Музыка Крещалка, сделаем два красивых хвоста? Ты потерпишь, Оля? Да. Это обычное утро Ларисы Семеряковой. Подъем в 7.15, музыка, сбор детей в садик. Поеду в школу договариваться по мероприятию, нужно разговаривать, документы все в периодах привезти. Я же на сессии была. Скорее! Ларисе 29 лет. Она живет в селе Будка, в доме, который построил ее дед. Работает худруком в местном дворце культуры. Заочно учится на режиссера. Лариса пустила нас к себе жить после часа знакомства, чтобы все рассказать и показать про Будку. Я вообще патриот, расистка. И я очень люблю свое село. Я очень горжусь этим, что я именно из деревни. Я все умею делать. У меня большой огород. У меня большой дом. Твое детей и баня есть. Село Будка известно тем, что здесь родился первый президент России Борис Ельцин. В селе, кроме Ларисы и ее детей, живут еще 4 418 человек. До ближайшего города отсюда 35 километров. До областного центра 253. Кто-то нам уже сказал, что Борис Николаевич Ельцин родился 1 февраля 1931 года. Память о Ельцине в Будке хранят в музее местной школы. Про первого президента устраивают уроки. По особым датам и когда приезжают журналисты. Если кто-то может представлять, как идет процесс крещения. Ребенка окунают в воду вместе с головой. Он взял новорожденного и окунул в этот чан огромный с водой. И в это время ему кто-то задал какой-то спорный вопрос. Батюшка отвлекся, начал разговаривать. А ребенок вот там вот где-то внизу, в этой под водой и находится. Но мама, естественно, Кладия Васильевна, она-то уж за своим-то ребенком следила. Она быстренько подбежала. Ребенка вытащили, откачали. И батюшка сказал, ну раз уж он такой крепкой закалки, раз он даже в такой экстремальной ситуации выжил, быть ему Борисом. Все про Ельцина лежит в этой небольшой витрине. Фотографии, книги, записи. Есть еще и его гипсовая голова. Подарок от студентов из Екатеринбурга. Это Косте к Борису Николаевичу не имеет отношения. Отношения не имеют. Это просто некуда их поставить, мы поэтому их сюда положили. Потому что дети тоже всегда интересуются, что за Косте. Это Косте, предположительно, все-таки бивень мамонта. Но мы нашли его в 70-е годы, дети у нас нашли его на реке. И откуда он тут взялся, и вот эта Кость тоже, мы не можем объяснить. Мы не знаем, откуда нет. Память Ельцина здесь очень чтут. Еще чтут помощь, которую школе оказывает его фонд. В этом году у нас юбилей средней школы, и мы попросили от фонда небольшой памятный подарок в виде такого стенда. Но так как мы очень давно и плотно с ним работаем, они нам не отказали. Сразу за школьным забором о такой помощи мечтают. Пососедствую с ней храм. Его работник Андрей каждый день колет дрова. Помещение нужно топить. А жилось при ком лучше? Одинок. В родину. Всем так, всем так. Вот там дрова надо было. Ну, так и так дрова. В храме, где нет отопления, водопровода и течет крыша, крестили Бориса Ельцина. Он какое-то время был его почетным старостой. А еще его фонд вроде бы брал храм под свое крыло. Сохранились данные, письмо, направленное в этот храм, что Борис Николаевич пожертвовал определенную сумму денег на этот храм. Но, как мы знаем, 90-е годы были такими простыми годами. И, к сожалению, вот эта помощь, она дошла уже сюда, как говорят старые священники, в виде нескольких машин дров. То есть просто привезли дрова, да, там 2-3 машины и все. В общем-то, помощи. Ну, неизвестно. То есть, сами понимаете, вот движение средств от Москвы на Бутки. Отец Кирилл мечтает решить коммунальные вопросы, купить аудиосистему и еще построить отдельную трапезную. Тогда и прихожан станет больше. Мы знаем, что он у нас уже, конечно, отошел. А жива его жена, да, то есть его супруга. То есть, если как-то соотносить, может быть, вместе вот этот вопрос, ну, тоже не знаю, не могу сказать, как бы эта помощь могла бы осуществляться. Серьезных спонсоров в Бутке для этого нет. Только частные компании. Пара лесопилок, пекарни, магазины и ритуальная контора. Крупные предприятия здесь закрылись в 90-е. Дольше всех держалась ковровая фабрика до 2005 года. Ключ от нее хранит у себя бывший бухгалтер Ольга Николаевна. Иногда она приходит проверить здание. Вы думаете, просто так мы сюда ходим? Вот то и ходим, то что жалко. Вот посмотрите, это же все еще осталось. Вот оно. А сейчас вот немного погодя, будет лето. Все, здесь ничего не будет. А куда его? Художественные промыслы вот это вот. Вот такие вот паласы мы ткали. И чисто шерстяные, и полушерстяные, и чистая шерсть. Когда оставался директор здесь, тоже как бы по совместительству, можно сказать, в 2005 году. И надо было пенсионные платить, надо было медицинское страхование платить и так далее и тому подобное. Были станки просто разобраны и сданы металлолом. На втором этаже еще лежат остатки последних заказов. Ужас! Тут у нас Путин. Пока не утащили, так я вам подарю вот это. Таллицкого района. Ужас. Ужас, нет. Путин надо... Путин надо... Да куда вы? Потом нас куда-нибудь... Ой, 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 что здесь творится? Все разгромили. Единственное, что сейчас работает на территории старой ковровой фабрики, это вот этот колодец. Говорят, он здесь с 1940 года. Раньше работницы фабрики использовали его, чтобы набрать воды и приготовить обед, или просто попить воды, потому что водопровода в здании не было. Сейчас этим колодцем пользуются работники местного автопредприятия и местные жители, у кого дома нет своих скважин. Вода здесь кристально чистая. Девочки, девочки. Девки, девки, девки. Девки, давайте, бегите, погуляйте. Вот. Всю зиму они у нас неслись. То есть яйца вы не покупаете? Нет. Хватает нам. Еще и детям заставляем. После закрытия фабрики Ольга Николаевна занялась хозяйством, как и большинство работниц фабрики. У нее до сих пор сохранились акции завода, последние зарплаты она забирала товаром. У нас в последнее время еще был швейницах, и уже последнее-то шили постельное белье. Больше вот этим забирали. Вот. По зарплату. Ну и о коврами. Там уже немного оставалось ковров. Мы же, видите, развозили и все по магазинам, а потом привозили этим товаром по зарплату. И так по шести буткинских домов. Подышите, вы не сломаете. Я говорю, где есть? У вас даже Путин есть? Да. В коврочке. С коврами нас встретили солисты местного хора «Играй гармонь» в фойе Дворца культуры. У кого-то дома сохранились. Но разрушено же все. Делили же имущество, нажитое Советским Союзом, между собой кто? Хулиганы. Которые сейчас власть у власти. Ну вот. И осталось это вот те ковры, которые остались от фабрики. Ну вот это где-то у кого-то были дома. Валентина Никитична собирала под домом. Не знали, как красиво показать, что сохранилось от былого производства. Путина любите? Путина любите? Да. За что? За что? Он из такой ямы страну вытащил, из вещаты. Ни пенсии, ни зарплаты. Ни хрена это не было. Многие из них когда-то работали на ковровой фабрике. Теперь на пенсии поют в здешнем хоре. Играя гармонии с будки «Звезды района». В 96-м они выступали в Кремле, когда поддерживали Ельцина на выборах. Оттуда и репертуар. Частушки о Борисе Николаевиче Ельцине, сочиненные нашим коллективом. Перед вами выступает наша славная будка. Мы сегодня вспоминаем президента земляка. Они записали диск, посвященный будке и Ельцину, а фонд первого президента помог им инструментами, костюмами и аппаратурой. Но в последнее время их концертный график уже не такой плотный, как раньше. Раньше у нас был автобус. Сейчас у нас автобуса нет. И ездим мы только в район. По нашим селам, здесь деревня Буткинского, территории нашей, на свои личные деньги. Ну а пенсии, сами знаете, в деревне совсем мизерное тоже. И они не упускают возможности еще раз о себе напомнить. Еще нам вот с гармошком-то надо бы вот костюмчики. Вот, да-да-да. Пока вот мы еще живы, тогда хоть помаленьке бы вот, но вот костюмчик надеть, платьицу. А что говорят, денег нет? Или вот вы просите администрацию? Да как это администрация? Конечно нету денег. Вот фонд это Ельцина, вот нас бы свозили туда, и нам бы выделили, посмотрели бы наши теремочки. Новая аппаратура ждет и местный звукорежиссер Евгению Шимулину, 53 года. Он всю жизнь прожил в Бутке. В Доме культуры ведет кружок фонограф и отвечает за технику на всех праздниках села. Получает он за это минимальную зарплату в 10 тысяч рублей и частенько халтурит на выезде. Как-то вот и с фондом Ельцина, там с Борисом, с Ельцином центром там какие-то невязки пошли в Екатеринбурге, все отражается как-то и на нас, что да и политика-то изменилась, все против него стало, против Ельцина. И вам тяжелее жить сейчас? Ну, поддержки-то уже получаем меньше, финансов. А дальше думаете, что будет? Я лично не знаю, но в всяком случае лучше-то не будет. Жизнь-то хуже идет, сами знаете. Может быть у вас в городе это самое не видно, а по деревням-то видите, разруха круга. Вот и живем от разрухи, получаем минималку. А звуковая аппаратура будке нужна как воздух. Дворец культуры в селе – центр жизни. Здесь вообще все, что связано с творчеством и образованием, работает хорошо. ДК, школы, садики содержат бюджет. А это стабильная зарплата, социальный пакет и льготы. Так что учителя, худруки и воспитатели стараются. Среди них и Лариса Семерякова, худрук ДК. Пока дети в садике, Лариса проводит дни в репетициях и написании сценариев. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Мы ездим все за свой счет, на своих машинах. То есть я стараюсь их куда-то вывезти отсюда. Хотя бы, чтобы они другие коллективы посмотрели. Где-то вообще побывали. Они в этой школе с утра до вечера. А ты когда вырастешь, мечтаешь чем заниматься? Гитарой. Уехать отсюда? Да, уехать отсюда. Почему? Ну, не хочу стоять на одном месте. Хочу двигаться вперед. У тебя какая мечта, вот когда ты вырастешь? Стать офицером. Ну, серьезный мальчик. А где ты хочешь служить в этих войсках? Резонанское высшее официантное командное училище. Ну, сейчас хочу поступить. На Лабутке тоже ты оставаться? Нет, не хочу. Приезжать к Гудлу. Так, пойдем же. Семейские стулья. Да, на лук, на лук, на лук. Увидишь, молдеть. Свой ДК и свою творческую жизнь в Бутке очень любят. Ей гордятся. Жалуются только на одно. В прошлом году в ДК обновили туалет. Вот он. Он здесь всегда был на улице. Прошлое, говорят, совсем обиджало. И поэтому нашли деньги на новый. В любую жару, в любой мороз. И дети, и взрослые ходят сюда, вот по этой тропинке. А вот там, в этой пластиковой бутылке, своеобразный умывальник. Когда зимой вода в умывальнике застывает, руки мыть идут к батарее. Мы мыли руки из батареи перед общим застольем. Это местная традиция. В холле дворца все вместе они отмечают праздники и приезд гостей. С собой нам завернули гостинцы. И на прощение станцевали. По старую гармошку, которую не очень хотят заменить. Ну-ка, Замана. Пошли. Поехали. Поехали. Ну вот. Мы едем в детский сад. Ладушки он называется. Детский сад хороший. Я уехала отсюда после девятого класса. Поступила. Сейчас выгнулась. Пять лет я здесь живу. Шесть год. Из ДК мы уезжаем вместе с Ларисой. Забирать детей из садика. По пути она рассказывает. Уехала учиться в город в культ просвета училища после девятого класса. Потом вышла замуж, сбеременела и вернулась. Жилье в городе дорогое. Но семейная жизнь не задалась. Машина у меня в кредит. Хотела ставить декрет. В кредите. А большой? Нет, что-то в 200. С мужем развелась, муж машину забрал. А я без колес никак не могу. Потому что это мой маленький. Садик, куда Лариса водит детей, находится напротив той самой заброшенной ковровой фабрики, где многие годы проработала ее мать. О, чистые. Скажи, здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Макс, Макс. Мамочка, ты попил в глазах? Нет, ты не попил в глазах. Оля, на кресле глаз не спустит. Оля, можешь танцевать? Сейчас. А песню включить твою? Да. Оля, мама. Песня у нас немножко не очень хорошая, но... Киса. Она зато про кису. Девочка, стриптиза, ты сверху, я снизу. Сует я не обожительная киса. Девочка, стриптиза, ты сверху, я снизу. Сейчас. Мам! 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 Максим, ножками. Дома Лариса ждет пес рыжий и две нетопленные печки. Центрального отопления в будке нет, газа тоже. Так что перед ужином и нужно натаскать в дом дров и развести огонь. В таком ритме здесь живет большинство женщин. Толковой работы для мужчин в будке нет. И они в большинстве поезжают в город или на север вахтовым методом. А женщины растят детей и занимаются хозяйством. Свой огород и запасы на зиму – серьезная экономия бюджета. Салат со свеклой. Устроит? Устроит. Или прям хотите что-то прям… Что еще раз будет? Сало. Вареная картошка. А смотри. У меня лук. И салат со свеклой. У вас картошка-то, свеклой, все свое? Конечно. Все свое, с огородом. И лук, и картошка. Как все будет вкусно. Вот вы живете как такая среднестатистическая сельская семья? Да. У нас нету больших излишков, шикарного ремонта. Я не езжу на простой машине. Ну вот детской только сделала. Ну все. Так прям, что я езжу куда-то отдыхать. Нет. И ни на море, ни за границей никогда не была. Живу. Иди мордочку мой и в комнату мультики смотри. Оля, дай, дай. Это позершие. Кто какой, наверное, выбрал себе жизнь, тот той жизнью и живет. По местным меркам Лариса устроена хорошо. Она зарабатывает больше 20 тысяч рублей в месяц. И еще имеет льготы на коммуналку. После ужина она оставляет детей с подругой и едет с нами в магазин. Есть, кстати, приятнички фирмы, наши путкинские. Рассыпчатые. Давай. Давай тогда эти приятнички не будем брать, а вот это вот печенюшки возьмем. Это все тут печется у вас? Вот это все здесь, булочки, крышки, все-все-все. Еще одна хлебопекарня. Цветы. У вас даже в магазин цветов есть. Это наша больница. У нас есть туберкулезное отделение здесь. Размеренная тихонечко жизнь. Спокойная. Утром дети в школу. Ну, вот в Басманово приедете, там населения нету, там детей-то в школе мало. Село Басмановское от Бутки в 16 километрах. Здесь живет 801 человек. В Басмановском много дальних родственников Ельцина. Село известно тем, что пытается доказать. Первый президент родился здесь, вот в этом доме. И только спустя пару лет семья переехала в Бутку. Нам, конечно, хочется, чтобы признали действительно родину Ельцина здесь. Басманово. А то, что думаете, у вас бы лучше жилось? Ну, лучше, не лучше. Но мы надеяться будем, что нам помогать будут. Переходы надо переделать. Это второе. Дальше, значит, что еще? Ну, дороги, естественно, остальное надо поправить. В доме, где по многочисленным свидетельствам местных родился Ельцин, сейчас живет странник Йок Альберт. Сюда его пустила подруга-хозяйка. Она путешествует. Сейчас в Мексике плетет мандалы. Альберт выкрасил дом в радужный цвет и внутрь никого не пускает, чтобы не сбивать медитативный настрой. Скорее всего, Ельцин уже не пахнет. Поэтому я, как бы, с другой стороны, стараюсь не пускать народ, потому что она, как бы, сбивает вот эту ауру и того, что настрой. Потом приходится настраиваться. Когда-то давно, еще в Свердловске, он делал ремонт в доме, где жил Ельцин. Но никакой кармической связи с этим Альберт не видит. Вот хорошо, что я всю зиму на снеге живу. Топлю снег, пью, ем, пользуюсь этим. Вот кого-то интересует? Никого. Абсолютно. И почему меня там будет интересовать, кто там президент стал. Альберт никого не пускает в дом, потому что недавно его поймали на выращивании конопли. Об этом мы узнаем от тариуродных родственников Ельцина. Татьяна Гомзикова собрала альбом фотографий, где Борис Николаевич, еще секретарь Свердловского обкома, он часто навещал Басманова. Тогда здесь было не то, что сейчас. Конечно, раньше у нас деревня была самая богатая. Вот Валерий Григорьевич когда работал, я работала комсоргом. Валерий Григорьевич порторгом работал тогда в то время, Галина Затемна профоргом работала. У нас самое было богатое село, Путка и мы. А сейчас у нас все, знаете, в 90-е годы все разбомбили. Он заботился о селе тогда. И село было очень красивое. А от власти, которая прям вот власть со всеми субсидиями, там чиновники, депутаты, вы от них какую-то заботу чувствуете? Нет, конечно. У нее экспонатов хватит на небольшую экспозицию. И Татьяна очень ждет, когда фонд Ельцина выкупит дом у любителей медитации и там появится музей. Вроде обещали. Конечно, хотелось бы, чтобы какие-то почести были для нас. Но в селе, конечно, бы помощь, да не плохо бы какая-то, а помощь для села была. Это ясное дело. Вот фотографии-то. Он приезжал, когда уже последние годы. Вместе с Татьяной Гомзиковой листает фотографии Валерий Гомзиков. Он тоже родственник Ельцина. В советские годы был партийным начальником Басманова. Сейчас на пенсии, как все, ведет хозяйство. И иногда размышляет о политике времен Ельцина. Да слишком увлеклись американцами. Ну вот что делать. Дозволяли слишком много. Вот видите, он маленький. Я прямо сказал, вылезали задницу американцам. Все, что там. И времен Путина. Я за Путиным. А почему? А потому, что он симпатичнее. Вам лучше стало жить, чем в 90-х? Ну мы сейчас пенсионеры, нам-то все равно. Другое дело самое. Как вам сказать. Ну сейчас это... Вот я смотрю по району. Строится больше район. В районе, в районе, в районе, в районе, в районе. А про сего все равно забыли. А про сего все равно забыли. Это помидоры. Помидоры, перец, баклажаны. Все это выращиваем. Через дом от него живет Галина Загозкина. Ее муж Ельцин, троюродный брат. Сама она недавно работала главой местной управы. И ей это нравилось. Но пришлось уволиться. Для молодых людей работы в Басманово еще меньше, чем в будке. Ее дочь и зять работают вахтовым методом в городе. А Галина Загозкина сидит с внуком. Мы и говорим полушепотом на кухне, потому что мальчик спит. Кредиты еще, конечно, мы же не набрали кредиты еще. Поэтому, конечно, без кредитов мы бы и не выжили. А может быть, и лучше бы жили, если бы кредиты не давали. Никакие машины брать не стали бы. Поэтому и деньги были. Но без машины-то как у вас? А как без машины? Конечно, надо ведь эти деталицы постоянно одевать их надо. И осенью, весной, допустим, растут эти маленькие. У них тоже свое большое хозяйство. Огород, куры, корова. Как жить иначе, она не представляет. Муж здесь родился. Я уже тоже здесь 40 лет живу. Поэтому нам здесь нравится. И уезжать как бы не хочется. Ну вот молодым-то я им говорю, давайте это. Надо все равно, дети подрастают. Квартиру надо, учиться надо. И младшим будет ипотеку брать, квартиру покупать. Все равно все это надо. Очень хочу, конечно, ребенка сузить. Он море, и вот нам поздоровье надо. Но пока нет такой возможности. Лариса Семерякова из будки уехать, если и собирается, то только в отпуск. Вернувшись из магазина, она поворошит дрова в печи и проверит, сварилась ли картошка. А где они лучше-то живут в нас? Так же с работы на работу, по три, по четыре часа выстаивать в пробках, чтобы добраться куда-то. Тратить свою жизнь на что? Работа, дом, работа, дом. Они так же не бывают ни в театрах, ни в кино. Это бывает по большим праздникам. Я так же соберу детей и съезжу куда-то. Что у меня все свое с огорода. Дети питаются здоровой пищей. Без ГМО. Чем живет страна и мир, Лариса узнает вечером, когда уложат детей спать. Она включает компьютер и листает одноклассники, или ВКонтакте. С интернетом в будке все в порядке. Люди сидят в будке весь вечер в одноклассниках. Ну, некуда больше пойти. То есть общение, все там. Новостные сайты Лариса почти не читает. Вот фотографии с концертов, вот и наныряла в прорубь. А вот кто-то из соседей выложил смешные фотки. А кто такой Алексей Навальный, ты знаешь? Нет. Вообще все равно. У меня своя жизнь. Мне надо сделать досуг детям, мне надо провести мероприятие. Мне надо вот уже написать сценарий к 9 мая, подготовить ребят на КВН. А то, что там происходит, вообще все равно. А что, в Америке Трампа выбрали президентом? Ну, слышала. Но меня это тоже как-то мало. Вообще волнует. Что там происходит на Украине, знаешь, что война, жалко. Ребят, все. Промотав ленту одноклассников, если останутся силы, Лариса садится вышивать бисером иконы перед телевизором. Сначала она посмотрит коротко новости по телеканалу «Россия», потом включит детективный сериал. Этого Николая Чудотворца она, когда закончит, повесит, как оберег над кроватью дочери. Вот, в общем-то, и все. И так каждый день. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...